МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я ехал в эту страну, а ехал я из Соединенных Штатов, из Хьюстона, то меня долго не пропускали таможенники, почему-то посылали меня в Доместик, а мне нужно было в Интернешнл. А в конце концов я не послушался их и пошел в сторону Интернешнл, потому что я понял, что американские таможенники не совсем разбираются, где находится та или иная страна, а тем более эта страна. Не нужно вспоминать Задорнова и повторять сейчас его крылатую фразу. Все не так. На самом деле об этой стране мало кто знает. Ну, может быть, какие-то подготовленные люди слышали. Потому что, когда я и в России говорил о том, что еду в эту страну, не все понимали. Говорили, куда? В Тбилиси? Ну, я говорю, ну, конечно, да, прямо из Хьюстона в Тбилиси. Нет, это не Тбилиси, это страна находится в Центральной Америке. Я не знаю, вы меня слышите или нет, потому что здесь недалеко идут ремонты какие-то. Значит, страна находится в Центральной Америке. Единственная страна, которая не имеет выхода к Тихому океану, это Конституционная монархия. Она хоть и независимая, но, тем не менее, правит здесь балом английская королева Елизавета II. И назначила здесь своих генерал-губернаторов и премьер-министра. Итак, вот, вы видите, это страна Белисс. Да, ребят, я сейчас нахожусь в Белите. За мной вот помимо того, что идут ремонтные работы, еще и местные жители шумят очень громко. Ну, что ж поделаешь, как-никак южане. Кстати говоря, местные жители здесь все чернокожие. Ну, не все, практически чернокожие. Это потомки бывших рабов. Это бывшая британская колония. Раньше эта страна называлась британским Гондурасом. Теперь называется Белизом. Я сейчас нахожусь в городе Белиз-Сити. Площадь страны где-то порядком около 23 тысяч квадратных километров. Население чуть больше 400 тысяч человек. То есть вы понимаете, что эта страна небольшая, граничит только с Мексикой и с Гватемалой. Проживают также здесь индейцы майя. Проживают также здесь индийцы. Не индейцы, а индийцы. Вот уж не знаю, как они сюда попали. Я думаю, вместе с Британской империей. Учитывая, что Индия тоже была, значит, британской колонии. Так вот вы спросите, что ж тебя сюда привело-то? Что тут армянского в этой забытой богом стране? Еще и в Центральной Америке, в такой малюсенькой стране конституционной монархии. Что тут армянского? Где тут Армения? Кроме того, что когда-то очень давно, значит, послом Российской Федерации в этом государстве был этнический армянин. Все не так. На самом деле, это государство имеет прямое отношение к Армении. Потому что Белиз – одна из немногих стран, где есть город Армения. И вот прямо отсюда, из Белиз-Сити, я отправлюсь сначала в Бельмапан, а оттуда в городок Армения, где я снова включусь в эфир и вам расскажу. Кстати, что касается местных жителей, то они, насколько я знаю, насколько правдивы источники потомки жителей нынешней Анголы. Почему к такому выводу пришли исследователи? Потому что в современной стране, в современной Анголе, есть тоже городок под названием Белиз. Белиз достаточно там старенький в Анголе. И поэтому принято считать, что тот Белиз в Анголе начало-начал этому Белизу. Потому что современное государство Белиз получило свое название значительно позже того Белиза в Анголе. Белиз в Анголе. Белиз в Анголе. Белиз в Анголе. дремучем лесу. Но красота офигенная. Это по дороге в Армению. Вот такой тут лес. Ну, просто супер. Правда, мне еще отсюда выбраться надо будет. Надеюсь, геолокация у меня будет. И здесь она не везде. С интернетом проблемы. Ну, надеюсь... Да, тут еще и комары кусаются. Насколько я иду в дебри, я не знаю пока. Вот я думаю, до какого-то места сейчас дойду. И надо будет сворачивать назад. Потому что тут что-то... Что-то тут такое непонятно. Иду и думаю, а что я туда иду вообще? Зачем я туда иду? А что мне там делать, а? Как вы думаете? Вот что мне там делать? Ну, максимум каких-то, может быть, животных встречу. Или никого не встречу. Я не знаю. Наверное, я пойду к речке. И надо выбираться, потому что скоро темно. Комары кусают. Москиты. Конечно, прожорливые существа. Так что я пойду назад. В общем-то, выдвигаюсь уже назад. Здесь, конечно, очень красиво. Дорогу я нашел назад. Но комары, конечно. Они ужасные. Они какие-то большие. Не такие, как у нас. В общем, выдвигаюсь и расскажу вам об обещанном. Потому что ехать туда еще минут 20 до Армении. Да, хочу сказать еще одну такую вещь. Значит, это касается только граждан России. Если вы гражданин России, то Белиз – это единственное центрально-американское государство, куда вам нужна виза. Какое толстое дерево красивое. Это единственное центрально-американское государство, куда вам нужна виза. Если у вас европейский паспорт, ЕС, либо американский, либо канадский, то виза не нужна. А гражданам России, в Белиз, нужно получать визу. К сожалению, посольства Белиза на территории России нет. Поэтому визу подают обычно в британское посольство. Но ждать очень долго. Не советую. Поэтому, если вы соберетесь в Белиз, лучше сделать так, как я вам говорю. Иметь при себе уже мультишенген, либо американскую визу. Вот с американской визой вы спокойно попадете в Белиз. Но если, конечно, вы захотите сюда. Потому что это государство, оно не дешевое, далеко от России. Ну, а так, если попадете, будет просто здорово, конечно. И в Армении побываете. Но, тем не менее, не только в Белизе имеется Армения. А в дальнейших Армениях я вам еще расскажу. И покажу даже. Потому что на Белизе-то я не буду останавливаться. После Белиза еще будут другие Армении. Но это уже будут в других выпусках. Ну, все. Я побежал на автобус. Так что, до встречи в Армении. Ну вот, купил билет из Бельмапана в Армению. Ехать всего около 20 минут. Ну, это радует. А вот и мой автобус подъехал. Следует пункт Аккорда. Горда, вернее. Через Армению. Ну вот, расселся. Видите, какая у меня кепочка. Это что-то там меня за свое принимали. Ну, кто ж. Путь в Армению. Ну, вот это их школа. Если я правильно понимаю. Твошь. Так. Это школа. Ну, в общем, я вам скажу так. Это, конечно, не город. Это больше деревня. В нашем понимании. Но все равно симпатичненькая деревушка. Пройдемся сейчас дальше. Посмотрим, что есть еще тут на окраинах. Вот такое поле для футбола или для гольфа. Я не знаю уж, что в этой стране наиболее популярно. Ну, вот, собственно говоря, и сама школа. Кстати, вполне такая прям хорошая деревня. Как в Армении. Ой, материнской Армении. Которая страна. Смотрите. Ну, кроме, конечно, вот этих пальм, кокосов. А все остальное прям один в один. Видите, как тут. О, как зелено вокруг. О, как зелено вокруг. По-моему, замечательно. Смотрите, даже белье развешивают. Так, как мы. Детишки Майя. Сейчас они уже ходят все без перьев. Шучу. Ну, в этом доме вряд ли в Арчапе отживет. Какой-нибудь холоп. Потому что есть дома и побольше. Детишки Майя. Детишки Майя. Вот такие вот армянские девушки. Майя. Девочки, наверняка, даже и не поняли, кто это. Чем там хочет от нас. Из какой такой Армении. А вот и местная протестантская церковь. Церковь Бога. Деревня Армения. Я так понимаю, это церковь евангелистов. Ну, и рядом барашки. Собачки на меня лают. Незнакомец. Деревня такая полупустая. Все чем-то заняты. Сидят по домам. Одна школа более-менее оживленная. И то в классах дети занимаются. Обратите внимание, местное кладбище. Если вы заметили, часть могил с крестами. Часть без крестов. Это говорит о том, что те, что католики, они ставят кресты на надгробие. Протестанты же этого не делают. В лучшем случае, какие-нибудь страницы из Евангелия. Либо же просто цветы. Как вот здесь. Кстати говоря, Армения единственная на территории Белиза точка, где живут испаноязычные. То есть здесь не говорят по-английски. Вернее, говорят, но не является их родным языком. Здесь испаноязычные живут. Да и испанский тоже для них не родной язык, потому что это индейцы. Но они испаноязычные индейцы. Значит, сама эта Армения, к той Армении, настоящей Армении, отношения не имеет. Получилось так, что здесь первые поселения были открыты индейцами из Сальвадора. Из города Армения. То есть они бежали, когда там случилась революция, они бежали из той сальвадорской Армении. И в то время, значит, как я говорил, Белиз был британским гондурасом. Поселились здесь, в Белизе. И основали вот эту вот самую деревушку, которая разрослась. Назвали ее в честь своей, той самой сальвадорской Армении. А вот что там, в сальвадорской Армении, это еще нам предстоит выяснить. Впрочем, дадим слово тому самому потомку беженцев из Армении. Он вам сам расскажет. Впрочем, дадим слово. Мой папа был родом в городе, в Сальвадор. И название этого города было Армении. Армении. So, some of the first people that came to this village were Salvadorian refugees that fled the conflict. They fled the conflict in El Salvador, and so, when they came here, they named the village Armenia. But that's because they came from El Salvador that has a big town, city, that is named Armenia. Это не связано с Арменией и Европой. Я не знаю, почему они называют Арменией и Санкт-Петербург Арменией. У меня не только вещи промокли, у меня даже некоторые документы промокли в рюкзаке. Поэтому это очень чревато. А укрыться негде. Разве что попросить гостеприимным армянам в дом переждать дождь. Но пока что, слава Богу, что-то поморосит, перестанет, поморосит, перестанет. Но нужно возвращаться. Здесь очень много на окраине красивых мест. Но, опять же, сезон дождей. Я, к сожалению, не могу себе позволить подняться выше и показать вам красоты этой деревни. Захотите, сами приедете. Далеко, да. Но это стоит того, чтобы увидеть такие места. Так что буду возвращаться. Прежде чем отправиться в Сальвадор, в Сальвадорскую Армению, я еще побываю на пирамидах майя Шунатунч. Это не то, что вы подумали. Шунатунч не имеет отношения к Шунатуну, собачьей будке. Хотя, кто знает. Единственное, что я знаю, что на флаге белиза топорик сбитый, точно не имеет отношения к антитопору. Ольга. Лечит и мировая. Продолжение следует...